Всем привет! Сегодня мы приготовим сытные лодочки из лаваша. Первый вариант будет с куриной грудкой, грибами, помидорой и сыром. Второй вариант также с куриной грудкой, ананасом и конечно же сыр. Ну что, поехали! Все ингредиенты и способ приготовления вы найдете под видео в описании. Итак, нарезаем помидор. Есть еще один нюанс, помидоры лучше брать крупнее. Далее нарезаем наши шампиньоны. Складываем в отдельную тарелку, так как это у нас будет начинка. Переходим к грудке, нарезаем ее кубиками. Для аромата нам понадобится один зубчик чеснока. Добавляем соль и перец по вкусу. Для сочности добавим 2 ложечки сметаны. Хорошенько все перемешиваем. Итак, начинка для первого варианта лодочки готова. Приступаем к созданию непосредственно самой лодочки. Для этого нам понадобится лаваш. Для крепления мы использовали зубочистки. Вы когда-нибудь дома сворачивали ковер? Но это то же самое, только в уменьшенном варианте. Здесь главное скрепить края, чтобы лодочка не развалилась. Итак, первая лодочка готова к приему на борт нашей начинки. Первым слоем мы выкладываем ломтики и помидоры. Далее заполняем нашу лодочку начинкой. Третьим слоем мы также выкладываем помидор. Первая лодочка практически готова к отплытию. Осталось только натереть сыр. Это и будет финальный слой первой лодочки. Ну как же без маленькой Сонечки? Она тоже хочет попробовать. Как я говорил ранее, выкладываем финальный слой. Для придания золотистой корочки нашей лодочке мы добавляем яйцо. Первая лодочка готова. Итак, приступаем к заготовке начинки для второго варианта нашей лодочки. Также нарезаем куриную грудку. Для второго варианта нам понадобится маринованный ананас. Его мы тоже стараемся нарезать кубиками. Также соль, перец по вкусу. Опять же пользуемся воспоминаниями по сворачиванию ковров. И не забываем укреплять концы. Иначе есть вероятность, что наша лодочка потерпит крушение. В эту начинку мы добавляем майонез, а не сметану, так как ананас очень сочный. Яйцо нам нужно также для того, чтобы появилась золотистая корочка. Так, перемешиваем нашу начинку. И начинаем заполнять нашу лодочку. Финальный слой у нас идет тертый сыр. Теперь уже точно можно сказать, что наши лодочки готовы к отплытию. И заплывают на 30-40 минут в простору духовки. До полного приготовления. В нашем случае прошло 40 минут. Лодочки готовы. Посмотрите, какая получилась красота. Всем приятного аппетита. Не бойтесь экспериментировать с рецептами. Всем мирного неба над головой. Здоровья и удачи. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok